Спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук присоединяется к нашему эфиру. Сергей Борисович, как всегда, приветствуем, рады вас видеть, доброе утро. Слава Украине, слава вооруженным силам, доброе утро, коллеги. Героям слава. Сергей Борисович, первый вопрос. Смотрите, вот только что видели сюжет, знаем, что и вы смотрели относительно так называемой добровольческой 81-й бригады медведей, которые там избиением устроили гражданским людям в Крыму. Вот по вашей информации, мы знаем, что вы держите руку на пульсе всегда. Насколько это вообще тенденциозная ситуация? И чем еще на территории украинского временно оккупированного Крыма занимаются вот такие вот добровольческие бригады, в кавычках? Я думаю, прежде всего, что мы далеко не все знаем из информационной плоскости. То есть то, что является публичным, а то, что является непубличным, то, во-первых, назвать их добровольцами очень сложно, потому что все вот эти бандитские группировки, они находятся на содержании тех или иных должностных лиц. В частности, абсолютно верно, автор вашего сюжета обратил внимание на то, что к этому причастен, приложил руку и финансы, так называемый гаулятор Крыма Сергей Аксенов. Ну и ему с его буйной молодости знакомы такие движения, и такие, с позволения сказать, люди. Поэтому вполне вероятно, это его еще знакомая с бурной юности бандитской. Говорю так, как оно есть. Поэтому действительно таких случаев очень много. Добавим сюда то, что Крым после незаконной аннексии 2014 года был насыщен гражданами Российской Федерации, у которых далеко не светлое прошлое, ну и тем более уж темное будущее. Поэтому таких случаев, я думаю, достаточно много. Статистику сейчас сложно сказать, подвести там определенную. Но уверен, что такие подобные случаи происходят каждый день. Тем более, что люди, которые, я уже сказал, возвращаются с так называемой специальной военной операции, можете себе представить, да, сломленная психика, люди, которые используются как пушечное мясо, то есть которых не считают в российской армии вообще за людей, то с какими, мягко говоря, настроениями приходят они, возвращаются, когда уже слышат сегодня, а тем более будут слышать на территории Российской Федерации, потому что из Крыма им придется скоро уходить, что мы вас туда не посылали. Поэтому я думаю, что таких случаев будет становиться больше. С другой стороны, вы знаете, меня сейчас, наверное, можно обвинить в том, что мне, наверное, не жалко тех, с кем приходится сталкиваться вот в таких ситуациях, гражданам. Не жалко по той причине, что должны почувствовать на себе, что война возвращается оттуда, откуда она начиналась. Поэтому чем быстрее поймут, чем быстрее будут ощущать такие, мягко говоря, нехорошие моменты, ну, тем быстрее будет заканчиваться эта война, тем быстрее мы освободим наш Крым. Второй годощине полномасштабного вторжения, помимо европейских лидеров, Борис Джонсон, экс-премьер-министр Великобритании, приезжал в Киев и говорил тоже по поводу Крыма. И он является очень сильным лоббистом украинских интересов в вопросе поставок дальнобойного оружия. Вот об этом он опять сказал, что больше хаймар с атаком, с тормшедоу и всего, что нужно, если предоставить Украине, то Крым будет иметь очень интересные перспективы, назвал позиции россиян очень слабыми в украинском полуострове. Расскажите, вот здесь больше все-таки составляющий короткосрочный, или этот Крым просто использовался как аргумент для поставок дальнобойного оружия, а с ним работы нужно проводить еще очень-очень много. Что вы думаете об этом заявлении? Вы знаете, мне импонирует то, что такие заявления делает почетный гражданин города Одесса. Мы помним о том, что такое звание носит бывший премьер Британии, но, а если говорить более серьезно и отвечать на ваш вопрос, то импонирует то, что даже в этом негативе, в этой войне можно найти позитивное. Позитивное в том, что наш Крым вернулся на повестку дня мировой политики в том числе. Это первый момент. Второе, то, что я об этом говорил, в частности, председатель, глава службы безопасности Украины, генерал Малек, о том, что с Крыма все начиналось и Крымом все закончится, потому что, действительно, с деоккупацией нашего временно оккупированного полуострова война действительно откатится на территорию Российской Федерации, и, собственно, это будет происходить и на восточных рубежах. Так вот, возвращаясь к Крыму, врагу удалось подтянуть туда ресурсы за все эти годы, 2014 года начиная, удалось создать из Крыма действительно милитарный хаб, который сегодня, и мы это видим, мы это понимаем, подпитывает ресурсно, очень мощно, в том числе и подразделения вооруженных сил Российской Федерации на Запорожском, в частности, направлении на Херсонском. И, опять-таки, это база Черноморского флота Российской Федерации. Когда Крым перестанет выполнять вот эти функции, то и, скажем так, завершение войны, оно будет происходить намного быстрее, в более ускоренном темпе. Поэтому сегодня такое внимание к Крыму, те результаты, которые силы обороны показывают во временно оккупированном Крыму, они однозначно влияют на всю ситуацию, которая происходит на линии боевого столкновения. Посмотрите, где сегодня находятся ракеты-носители врага. Это порт Новороссийск. Посмотрите сегодня, насколько эффективно, в кавычках, функционирует Крымский мост. Могли ли мы думать о том, что сигналы воздушной тревоги будут в Крыму звучать? И это не просто такое, знаете, музыкальное сопровождение всей оккупационной деятельности Российской Федерации в Крыму. Это конкретная боевая работа наших подразделений. Прежде всего, уничтожение, абсолютно верно, сейчас картинка совпала, и флота, и системы противовоздушной обороны, и логистики, и командных пунктов, то есть сугубо военных объектов, которые не должны присутствовать на территории Крыма. Поэтому, действительно, Крыму сегодня огромное внимание. И я думаю, что, еще раз повторю, те результаты, которые силы обороны демонстрируют в Крыму, они, лучше забегая, немножко даже наперед скажу, войдут в историю современных войн, современного военного искусства. Потому что есть о чем говорить, и ведь, по большому счету, сегодня идет только плановая работа, а сюрпризы все впереди. Их еще, я думаю, будет очень много. Сергей Борисович, вы сегодня уже упоминали украинскую жемчужину у моря, город Одесса. И вот давайте сейчас детально обговорим визит главы МИД Германии на Леда Бербак в Одессу. Насколько мы знаем, там и тревога была во время визита в укрытие. Госпожа Бербак спускалась, глава МИД Германии анонсировала конференцию по восстановлению во время этого визита. Расскажите более подробно, как прошел этот визит, и какие основные месседжи, основные результаты? Да, абсолютно верно. Визит прошел с тревогами. Собственно, ситуация повторилась потом и у наших соседей в Николаеве. И там вообще вражеская разведка, авиационная работала, аэроразведка. Знаете тоже эту ситуацию. Что касается Одессы, то речь шла о главных моментах. Да, это восстановление нашего города. Это то, что сегодня очень актуально. Это безопасность Одессы, как морских ворот нашей державы. То есть речь шла о системах противовоздушной обороны. И, кстати, я хочу сказать, если мы говорим именно о немецком оружии, то, например, борьба с шахедами, очень эффективно себя показали гепарды. Очень эффективно. Наверное, это сегодня, ну, наверное, по иранским дронам, это самое лучшее оружие, которое есть такого класса, такого уровня. Поэтому огромная благодарность. Да, надо больше таких систем, да, надо больше противоракетных, в том числе, систем. Потому что враг продолжает, если не шахедами, то пытается ракетами атаковать наш город. В частности, в день визита вечером враг пускал две ракеты в сторону Одесской области. Не долетело, потому что ПВО у нас работает хорошо. Ну и, собственно, это порт, это зерно, это продовольственная безопасность. Далеко не про Украину сейчас речь, а продовольственная безопасность Европы, мира. И немцы это понимают, и немцы это демонстрируют. Ну и, собственно, есть ряд проектов, которые, я уверен, они будут реализованы. Об этом сегодня никто не говорит, понятное дело. Но совместные проекты Украины и Германии, они, еще раз скажу, повысят нашу безопасность. Не только на юге нашей страны, но, в частности, опять-таки, это порты, это портовая инфраструктура. Это то, что связано с экспортным коридором. И посмотрите, насколько активно этот коридор у нас сегодня работает. Мы вышли на довоенные объемы. Но это ли не результат? Благодаря, в том числе, и поддержке союзников. Резюмируя визита на Лене Бербак, который мы сейчас на экране показывали, скажу, что Бильд сообщает, что российский беспилотник преследовал как раз колонну главы МИД Германии. Это расследовательный беспилотник. После него обычно следуют удары по местам, которые он изучает. Поэтому даже на Лене Бербак пришлось отменить визит в Николаев из-за этого. Но, опять-таки, ссылаемся на Бильд. Официального подтверждения от наших органов пока нет. Но это тоже очень важный, мне кажется, такой отрезляющий момент, чтобы иностранные политики понимали вообще атмосферу нахождения в Украине. И мы очень рады, что с ней ничего не произошло. Но, я думаю, этот случай она передаст своим коллегам. И это как-то ускорит передачу Таурус. Ну, такое пожелание в космос. Спасибо вам, Сергей, за участие в эфире. Сергей Большой, спикер. Не думаю, что пожелание в космос, но оно очень кстати. Спасибо. Да, спасибо вам. Спикер Украинской добровольской армии Юг был в нашем эфире. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.